всем привет вот решил такое видео записать там скажем планы на весну и лето 2016 года рассказать вам чем мы собираемся заниматься и что вы увидите на этом канале в протяжении следующих несколько месяцев кто-то скажет джастас мы помним как ты вот тут осенью нам тоже такое же там видео записывал там планы туда-сюда давай-ка отчитайся что я там сделал за эту зиму тут приходится мне признаться что мне помимо видео курс по поводу планирования финансов наверное надо записать видео курс по поводу планирования времени не так много успела как хотел ибо ибо мы учимся лучше лучше когда мы сами чего-то учим или у кого-нибудь учим вот сейчас я вам скажу отчет за эту зиму и планы на весну и лето я говорю что хочу хочу создать сайт и очень многие люди добрые люди волонтеры так скажем отозвались в контакте завалили предложениями мы поможем тебе сделать сайт там туда-сюда бесплатно но короче вот с этими предложениями провозился до января месяца я сам понял понял что если хочешь чтобы было сделано правильно или сделай сам и быть готов заплатить поэтому потихоньку я выбрал первый путь потому что платить за сайт жалко и начал делать верстать сайт сам поэтому это немножко задерживается я говорил про интернет магазин это уже связано со сайтом да вот и мы на самом деле робека всю зиму тренировалась там варки мыло там пряжу прили там все готовились но виду некоторых изменений в наших планах мы откладываем открытие магазина до осенью 2016 года а какие же эти планы узнаете в конце видео то есть вот сайт магазин я также говорил про ракету печку что мы хотим сделать ракету печку и на самом деле мы хотели но человек предполагает бог располагает у меня провалялся осенью там почти что пять недель осенью провалялся со своей астмой вообще не мог дышать у меня были ужаснейшие приступи пришлось там два раза уезжать из поселка из-за этого и поэтому мы заложили основание на ракету печку там все купили все но не получилось его сделать в этом году надеюсь что может в следующем году как я обещал будет серии роликах как мы все-таки кладем ракету печку я сильно извиняюсь что это полностью провалился с газогенератором я говорю что все есть мы сейчас начнем собирать газогенераторную установку и потом я сделал одну маленькую ошибку я видел было предложено в интернете в английской две очень хорошие книги которые я давно ждал эти авторы обещали давно выпустить эти книги два таких заводских газогенераторных установок которые делают в америке уже ребята начали там гаража сейчас уже имеет мини производство они выпустили свои книги как делать газы газогенераторные установки это как сказать для стационарного и для авто применения я взял свои деньги который отложил на том чтобы покупать запчасти чтобы собирать со старых там чертежей газогенератор впустил их в книги потом сейчас еще надо собрать деньги немножко на панцибировать на то чтобы купить запчасти чтобы уже делать полноценный хорошей газогенераторную установку я в контакте просил помощи просил помощи в переводах за был заварен предложением мы переведем тебя justice там все здорово много кому разослал копии этой этой книги один из этих двух книг вот чтобы попереси на русский язык что мог поделиться с людьми потом вот и так и вот молчат перевода так и не дождусь обратно поэтому если вы смотрите видео и вы обещали мне помочь перевести и у вас есть копии моей книги бог знает где вы живете я может быть не знаю бог видит поэтому может быть все таки выйдите со мной опять на контакт и доделаем этот перевод было бы очень здорово хотя бы в этом сфере какой-то какой-то прогресс а дальше книги да то есть я говорю что я хочу написать две книги и за эту зиму я накидал скелет то есть общая вся информация для двух книг это как начать свою семейную ферму и а книга поводу семи в книга поводу ферма будет 12 глав книга поводу семи там где-то получается 24 глав там все от там основных определения отношения муж жена дети школа воспитания старост там все все о чем я думаю да и также буду фермы все от сбыта от рынка и назад 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 до самого там строительство дома и все остальное кого здесь есть какие-то идеи сейчас надеюсь вот на эти скелеты уже написать сам текст это ну как бы оказывается намного больше времени занимает чем записывать видео поэтому это тоже не рассчитал писать книги это долго вот но надеемся что скоро может быть к весне или лету 2016 года уже будет хотя бы один из этих двух книг будут доделаны поэтому если вы в редакции сидите и вы говорите мы бы хотели выпустить книга джаза с уолкера там ну вот можете вот связаться я буду рад с вами пообщаться потому что вот книга книги гряду вот и последнее я говорил что у нас по система чап у нас я делаю список книг и на самом деле тоже его уже доделываю надеюсь что концу вот этой весны 2016 года все таки вот этот список книг по чапу который обещал будет готов что уже на следующий учебный сезон вы уже можете его полноценно использовать поэтому работаю может быть пока таких результатов видимых нету но есть все-таки работа и все и вот теперь планы на 2016 год у нас а в ноябре в ноябре этого года сложились некоторые обстоятельства что позволили нам поехать штаты человек который у меня здесь учился год работа со мной вместе володя рунин хороший такой брат он как бы изъявил желание то есть сказал что он может остаться у нас пока рулит хозяйство пока нас нету мы решили взять такую возможность поехать к своим родным в штаты в сша и поэтому поедем в этом году и это будет очень здорово мы уже почти что пять лет не были там уже но пятый год идет что мы там не были и хотим поехать повидаться со всеми с родственниками это для нас как бы важно это важно потому что в этом году летом 2016 года второй половиной летом мы хотим переехать на новое хозяйство то есть мы сейчас тщательно работать над тем чтобы приобрести 60 100 100 плюс гектаров в каком-то регионе и уже во второй половине лета до 2016 года после приезда из штатов переехать на хутор то есть уже не в поселке жить и уже конкретно на ферме как я всегда говорил ферма моей мечты такой большой огромный такой вот план а что вы видите на канале скажите ой сейчас увидите в америке там все видео не будет нет наоборот могу показать как люди живут в америке не в городах не то что там санта барбер показывают а на самом деле люди которые живут на земле простые люди как мы с вами на поэтому это я думаю может быть для кого-то будет интересно я знаю многие говорят где наши оставься оставшиеся видео по поводу финансового управления я знаю осталось пять видео я их запишу но не уж не говорю там не клянулся там не божусь что буду записывать хотя бы вот какие-то может быть выпущу до отъезда в америке и там уже как только приеду сяду там где-нибудь у себя на крылечке у родителей и сниму последние видео по поводу финансовое управление спасибо что смотрите как бы ну вот такие был финансовое управление будет вам финансовое управление потом приедем летом и естественно хозяйство начало нового хозяйства там будет очень много видео которое можно будет будет снимать поэтому такие вот планы а как я уже объявил на канале я еду в москву с москвы в штатах я надеюсь многие из вас увидится в москве но все собственно говоря вот такие вот планы пусть вас к спот благословит и до скорого